и корпоративных клиентов. В гостях у нас Андрей Даниленко, председатель правления Национального союза производителей молока. Андрей, добрый день. Добрый день. Андрей, вот для начала, чтобы зрителям было понятно, вы у нас представляете сельхозтоваропроизводителей, переработчиков молока, ну и, судя по всему, уж точно не розничные сети. Нет, не розничные сети, хотя я еще и являюсь общественным омбудсменом в сфере регулирования торговой деятельности. То есть ваша сфера интересов, это прежде всего переработка? В первую очередь это производство сырого молока, но, на самом деле, переработка молока без производства существовать не может. Да, это так, безусловно, но просто если посмотреть на данные Минсельхоза, которые официально они собирают, опрашивая производителей по телефону, то год назад литр коровьего цельного молока стоил 19,3 рублей. Теперь он стоит 19,90 рублей. А что касается цен на полке, то там динамика несколько другая. Год назад это было 49 рублей, а сейчас 53,80 рубля. Если на цельное молоко цены поднялись на 60 копеек, то в рознице примерно на 4 рубля 70 копеек. И самое главное, да, действительно, цена на сырое молоко на сегодняшний день не выше, чем она была в прошлом году в это же время. цены на полках в среднем по статистике на молочную продукцию где-то на 16% выросли. Но самое главное, из-за чего вообще сейчас этот вопрос обсуждается, себестоимость производства сырого молока у сельхозпроизводителей выросла более чем на 30%. Поэтому деятельность по производству сырого молока, она сегодня убыточна. И это, конечно, вызывает большие вопросы и опасения. Андрей, ну тогда попытаемся разобраться с себестоимостью производства. Что зашивается вот именно в себестоимость? С одной стороны, там, наверное, достаточно велики расходы на оплату труда, но это рубль. Валютный курс на него не влияет. Нет, самое главное в производстве сырого молока, к сожалению, это очень инвестиционно емкое производство. Соответственно, себестоимость в первую очередь складывается из капитальных изначальных затрат и стоимости кредитных ресурсов. Вот то, что выросли сейчас стоимость кредитных ресурсов, а большая часть банков еще и пересмотрели старые кредиты, очень серьезно отразилось на себестоимости. И вторая часть, все равно изменение курса рубля тоже влияет, потому что все запчасти... Кормы зарабатывают в долларах или в еврах? Нет, все запчасти, это все равно импортное оборудование, импортная техника. Комбикорма у нас все импортные примиксы, у нас импортные семя, у нас импортная генетика, импортная. Даже мы завозим скот, импортные, соответственно, это все валютные контракты. Поэтому 30% всей составляющей себестоимости имеет валютную привязку одним или другим образом. Хорошо. Почему, если есть объективные факторы к тому, чтобы стоимость производства сырого молока увеличивалась, мы не видим вот такого же роста цен на сырое молоко на рынке? Потому что есть еще мировой рынок, от которого мы себя отсечь не можем просто по определению. Вот это очень интересный момент, поскольку я перед нашей программой уже задумывался над тем, что, предположим, вот есть рынок удобрений, есть российские производители удобрений, есть мировой рынок. Как только на мировом рынке поднимаются цены, российские удобрения уходят туда. Что происходит с молоком? Молоко не удобрение, его невозможно вывести в мешки, которые пролежат на складе несколько месяцев или даже лет. Мы не изолировали себя от всего мира, мы все равно получаем поставки того же сухого молока, мы получаем поставки сливочного масла, мы получаем поставки из многих стран мира и мировые цены на вот эти компоненты молочные, имеется в виду сухое молоко, молочный жир на рекордном минимуме мы с одной стороны и с другой стороны, у нас есть другая ситуация, где спрос на сырое молоко у нас упало из-за того, что в целом мы видим падение спроса на молочную продукцию из-за роста цен, который произошел. То есть в общем объеме производства готовой молочной продукции и спроса на готовую молочную продукцию у нас упал спрос. А соответственно, нет такого ажиотажного спроса на сырое молоко, как это было в прошлом году, когда мы только-только объявили об ограничении импорта, начался активный процесс импортозамещения, наращивание объемов собственного производства готовой продукции. Андрей, вы говорили о том, что валютная составляющая производства молока присутствует, я попрошу режиссера показать слайд структуры производства молока в России в 2014 году. Согласно данным Минэкономразвития, 47% молока было произведено населением, то есть подсобными хозяйствами. Там валютной составляющей, по всей видимости, нет практически никакой. Им недоступен не импортная сельхозтехника, вряд ли они пользуются импортными комбикормами. Лишь 53% молока производится в организациях сельхозтоваропроизводителей и фермерскими хозяйствами. Ну, во-первых, давайте сразу определимся, что тот процент, который производится населением, он также и потребляется населением, не проходя через рынок. То есть, если в рынке у нас, предположим, 30 миллионов тонн молока, 47% производит население, условно 15 миллионов, то он и потребляет половину этого молока прямо на месте? Ну, по официальной статистике... По официальной статистике это так. Конечно же, у нас большие сомнения. Вот есть пример Башкортостана, который при смене руководства решили по-честному пересчитать, сколько же действительно они производят молока и сделали тотальную проверку. И в результате получилось на 30% меньше, чем у них по отчетности шло. Я думаю, что если бы по всей стране сделать вот такую серьезную тотальную проверку, я уверен, что объем производства молока именно за счет частного сектора у нас покажет значительно меньший объем. Я думаю, те, кто ездит в регионы, это узнают. Из этой статистики могут появиться не очень приятные последствия, потому что если посмотреть на статистику производства молока в России по федеральным округам, то как раз Приволжский округ, Татарстан-Башкирия, производит 32% российского молока. Тогда получается якобы. Да, да. Опять же, федеральный округ 26, они по-трактически скрывают половину производства. Поэтому мы как союзы говорим, давайте все-таки оценивать наши объемы производства по тому, что является товарным молоком. То есть тем молоком, который реально идет на реализацию. Ну, какой-то процент от личных подсобных идет тоже на реализацию. Да, идет на реализацию. Вот надо считать только товарное молоко и оценивать нашу ситуацию с молоком именно по товарному молоку. Я хотел бы предложить присоединиться к нашей беседе старшему эксперту по молочному рынку Института конъюнктуры аграрного рынка Алиму Аюбову, который находится в нашей студии в Арарат Парк Хаят. Алим, добрый день, слышите нас? Добрый день, да, слышу. Алим, вот Андрей говорит, что на самом деле та статистика по молочному рынку, которая есть в России, мягко говоря, не отражает реалии. С вашей точки зрения, насколько велики там огрехи? Мы знаем ситуацию на молочном рынке, либо оперируем цифрами, которые далеки от реальности и строим такие же планы, которые к этой реальной действительности не имеют никакого отношения? Ну, на самом деле, я абсолютно согласен с Андреем. Действительно, этого молока, можно сказать, практически не существует, потому что у нас по нашей оценке где-то около половины из всего объема производства, которое фиксирует Росстат в лично способных хозяйствах, его просто не существует. И это можно по косвенным признакам найти, понять. Поэтому тут я полностью согласен с Андреем, что оперировать 30 миллионами тонн производства, ну, это неправильно и заблуждение, потому что это не дает правильно нам самим понять, что нужно делать с рынком и насколько нам не хватает молока. Потому что если мы считаем, что у нас 30 миллионов тонн молока в стране, то у нас дефицит как бы 6 миллионов тонн. А если мы признаемся, что у нас молока на самом деле 16 миллионов тонн, тогда дефицит, естественно, совершенно другой. И совершенно другая политика и отношение к этому продукту будет. Алим, еще один момент. Андрей говорит, что во многом та ценовая конъюнктура, которая наблюдается в России, связана с тем, что российский внутренний рынок молока реагирует на движения, которые происходят на мировом молочном рынке. С вашей точки зрения, насколько мировой молочный рынок и цены на нем, и ситуация с импортом отражается на внутренних ценах на молоке в России? Вы знаете, я думаю, что с момента введения эмбарго на самом деле у нас доля импорта, если мы не включаем Белоруссию, ну это примерно максимум 10% по самой такой импортной категории продукта. То есть это влияние цен на мировом рынке, на нашу отечественную цену, я думаю, что тут оно не очень сильное. Другой вопрос, что происходит в Белоруссии. В Белоруссии, естественно, мы видим девальвацию белорусского рубля, такой же, как и российского, и, естественно, как бы, а Белоруссия на самом деле не отрезана от другого мира, как Россия, в плане поставок молока. Поэтому, когда падает цена на сухое молоко во всем мире, в основных экспортных странах, то, естественно, цены на белорусское сухое молоко, они тоже падают. И, естественно, это имеет отражение как бы и на всех продуктах, в том числе и на сырое молоко. Спасибо, Алим. Ну вот так вот, такая связь, то есть не напрямую, а через Белоруссию это происходит. Алим, спасибо большое. Я напомню, что к нам подключался старший эксперт молочного рынка Института конъюнктуры аграрного рынка Алим Аюбов. Алим, большое спасибо. Андрей, вот Алим говорит, что влияние импорта на самом деле не так уж и велико. Это 10%, но, видимо, это те 10 золотых процентов. Нет, он на самом деле все равно подтвердил то, что я сказал, потому что Белоруссия все равно является фактором. А, во-первых, через Белоруссию эта продукция, реэкспорт все равно существует через Белоруссию. И, как он только что правильно сказал, когда падают мировые рынки, то падают и цены на белорусскую продукцию, а это, естественно, влияет на нас, потому что они внутри нашего рынка. Поэтому это тоже влияние имеет место быть, но я думаю, что реально самое большое влияние, я тут согласен, это в том, что происходит на нашем рынке. Мы действительно за последние 6 месяцев видим падение спроса примерно процентов на 10 на молочную продукцию. Но падение спроса, это, видимо, реакция на замедление экономики, реакция на рост цен и замедление реальных располагаемых доходов населения. И, естественно, сами понимаете, когда падает спрос на молочную продукцию, падает и спрос на сырое молоко. С точки зрения классической экономической теории, когда падает спрос, то должно подстраиваться предложение. Предложение должно предлагать более низкие цены. В магазинах мы этого пока не имеем. Но вот с другой стороны, я должен сказать, что если мы посмотрим динамику последних 2-3 месяцев, какого-то резкого роста цен на полках нет. Основной рост цен произошел в осенний период и зимний период прошлого года. И как только летом ритейл увидел, что спрос начинает падать, никаких резких увеличений на полках не произошло. Но, тем не менее, диспаритет того, что за год динамика роста цен есть на полках, а на сырое молоко этого роста нет, конечно, это для сельхозтоваропроизводителя, это серьезная финансовая нагрузка. Я предлагаю присоединиться к нашей беседе Аркадию Пономареву, председателю Совета Российского Союза предприятий молочной отрасли. Аркадий, добрый день, вы слышите нас? Добрый день, я вас слышу. Аркадий, вот мы обсуждаем с Андреем ту ситуацию, которая складывается в российской молокопроизводящей промышленности. Есть рост цен на конечную продукцию, которую мы видим на полках, а вот рост цен на цельного молока практически цельное молоко практически не наблюдается. С вашей точки зрения, кто собирает вот эту маржу между розничной ценой и ценой сельхозтоваропроизводителей? Ну, во-первых, торговля является на сегодняшний день главным монополистом в ценовой цепи распределения доходов между участников рынка полемагазин. Она же является и финансовым регулятором. Цена в магазине всегда на пределе возможностей массового покупателя, то есть насколько у него есть покупательский спрос. А в дальнейшем действует очень простая ситуация. Торговля говорит, мы заработаем сколько хотим, а вы сколько сможете, вернее, сколько вам останется. В связи с этим получается и такой диспаритет цен, что в конце концов производители, переработчики, им остаются жалкие крохи с барского стола. И поэтому, собственно говоря, мы говорим о замедлении производства молока. Если посмотреть на статистику, которую нам предлагает Министерство сельского хозяйства, то из тех 4,4 рублей 70 копеек, на которые увеличилась стоимость молочной продукции в рознице, стоимость молока жирности 3,2%, 3 рубля из 4,7 пришлось на переработку, то есть на вашу сторону. Во-первых, это сложно понимать, как это они дали такие цифры, потому что если смотреть по факту повышения цен перерабатывающих заводов, то повышение цен происходило только в феврале месяце, и поднятие цен было где-то порядка 10-12%. Связано это было с корректировкой курса рубля, то есть вернее его падением, и высокой долей составляющей импортной, которая есть на перерабатывающих предприятиях. Извините, какая там импортная составляющая? Там нет импортного корма, нет импортных телят, пакеты из пластика, произведенного в России? Во-первых, практически все оборудование перерабатывающей отрасли, оно импортное. Все составляющие начинают... Но оно же не в лизинг берется, оно куплено? Оно куплено за кредиты, которые тоже самое влияют на себестоимость готовой продукции. Но оно куплено за рублевые кредиты, не за рублевые. То же самое упаковочный материал, он тоже поставляется из-за рубежа. У нас фактически нет упаковочного материала, который мы потребляем в России. Это составляющая порядка около 10%. Поэтому падение курса рубля существенно повлияло на данную ситуацию. Это послужило основным поводом повышения цен. Спасибо. Напомню, что к нам присоединялся Аркадий Пономарев, председатель Совета Российского Союза предприятий молочной отрасли. Но вот Андрей, Аркадий с вами соглашается, что главная проблема в курсе рубля. Непонятно только, кому от курса рубля стало лучше? Дело в том, что, к сожалению, что бы мы ни говорили, наша импортозависимость, она достаточно все равно высокая. И, конечно же, надо с этим что-то делать, и с этим надо серьезно заниматься. И ожидать, что мы за год сразу же резко поменяем нашу импортозависимость, но это тоже не объективно. Может быть, еще проблема в производительности российской молочной индустрии. Мне приходилось видать статистику, в соответствии с которой производительность молока российских коров где-то в два раза ниже, чем в Канаде и в Соединенных Штатах тем более. Ну, это действительно так, но это если брать среднюю температуру по больнице, а если мы... Ну, средняя температура у нас вообще непонятно какая, судя по всему. Да, а если мы берем передовые хозяйства и передовые перерабатывающие предприятия, то сегодня мы имеем на территории Российской Федерации предприятия, которые соответствуют всем мировым требованиям по эффективам. Какова их доля на рынке товарного молока? Ну, на рынке товарного молока... Определяют ли они температуру? Ну, скорее всего, они составляют 15%, но даже они на самом деле самые обидные, что они находятся в экономических условиях еще хуже, чем те, кто модернизировались, потому что, как правило, у них кредитная нагрузка больше, чем у кого-либо, и, как правило, импортные техники у них тоже больше, чем у кого-либо. Поэтому долгосрочно они действительно будут чувствовать себя хорошо, а на краткосрочном этапе, конечно, для них нынешняя ситуация это такая серьезная нагрузка. А может быть, все-таки дело в переработке? Мне приходилось видеть цифры, что уровень концентрации, там, 4 крупнейших игрока России контролируют примерно около 40% российского рынка молочной продукции товарной. Может быть, это они играют в эту игру? Ну, во-первых, те две компании, о которой идет речь, они глобальные игроки, но все равно они закупают всего лишь 25% всего сырого молока. Ну, если 10% импорта определяют цену на молоко на российском рынке, то закупка 25%, это в 2,5 раза больше. Опять-таки же, наша импортозависимость, если по-честному, она составляет 40%. То есть мы себя сырьем, молоком обеспечиваем только на 60% своих потребностей. И все остальное это импортное. Поэтому импортная составляющая все-таки на сегодняшний день около 40%. 10% это может быть прямой, а через Белоруссию оставшиеся 30%. И все равно Белоруссия это все равно импорт, это тоже импортная составляющая, которая влияет на экономику. Поэтому в конечном итоге, я думаю, что вопрос сегодня в том, будет ли государство, как и другие страны мира, заниматься регулированием рынка. Но только регулированием рынка можно заниматься двумя образами. В 2007 году мы ставили задачу производить 32 миллиона тонн молока. Сколько мы производим их сейчас? Мы меньше производим. Мы производим меньше. Государство этим занималось все эти. Ну, на самом деле это не совсем так. Может, иногда лучше пускай займутся чем-нибудь другим. Это не совсем так. Государство, на самом деле, к сожалению, за это время уменьшило объем поддержки. Я думаю, что мы продолжим этот разговор. Время вышло. С нами был председатель правления Национального союза производителей молока Андрей Даниленко. Это была «Реальная экономика». Я Павел Замедович. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова